Огромный привет, ребята! Меня зовут Карина, и я очень рада приветствовать тебя вновь на своем прекраснейшем канале. Сегодня я не одна, а вместе со своей сестренкой Полиной. Всех рада поприветствовать тут, обязательно спуститесь и подпишитесь, потому что мы будем очень рады. Да, мы в любом случае будем рады подписке. Если ты впервые на моем канале, обязательно спускайся вниз и нажимай на красную кнопочку подписаться. И превращай ее магии подписки в серую кнопочку. Сегодня мы снимаем... Какое видео будет? Сегодня я решила превратить свою сестру в меня, потому что сестре моей очень нравится мой образ. Да, Полинка очень круто одевается и в последнее время начала прям сочетать какие-то коричневые пастельные цвета. И я бы хотела попробовать пожить 24 часа как Полина, так как мы с ней по образу немножечко отличаемся. И я думаю, этот ролик получится очень классным, потому что интересы у нас уже другие, да, Сталин? То есть Полина ходит, например, по театрам, читает интересные книги, а я снимаю видосы, веду инстаграм, хожу по салону, ну и в принципе вижу со своими подружками. А также думаю, куда бы мне пойти на учебу. Кстати, если у вас есть варианты, потому что я скоро собираюсь поступать, то пишите внизу. Наверное, школа кино, что-то в этом роде. Я подготовила для Карины несколько заданий, которые я выполняю почти каждый день, чтобы Карина попробовала пожить моей жизнью. И сегодня я буду выполнять задания, которые Полина делает каждый день, ну в принципе в ее повседневной жизни это есть, дома и также в торговом центре. Так что не забывайте ставить лайки под этим видео, обязательно подписываться на мой канал, если вы до сих пор этого не сделали. Ну и заранее спасибо вам за просмотр, а мы можем начинать. Кстати, не забывайте подписываться на наши инстаграмы, вот тут вот мой инстаграм, вот тут вот инстаграм Полинки. Обязательно подписывайтесь на нас, потому что именно там мы показываем свою жизнь чуть больше, чем вы видите на ютубе. Ну а теперь мы уж точно можем начинать. Так как Карина совсем недавно проснулась, она еще не успела позавтракать, поэтому прямо сейчас Карина отправляется на кухню завтракать. Хлопьями с молоком. Потому что Полина любит именно хлопья с молоком. Я обычно завтракаю там какой-то яичницей, кстати ты не любишь яичницей, вот в этом наше отличие. Полька любит более легкие завтраки, наподобие там хлопьев с молоком, такой детской растворимой каши, которая кстати очень вкусная и я до сих пор ее ем. Меня понимаете, я просыпаюсь и вообще есть не хочу, я либо не завтракаю, либо завтракаю очень мало каким-то хлопьями и выбегаю уже по делам. Да, но мне это капец как знакомо, сейчас у меня больше есть время именно по утрам, потому что днем у меня больше дел и днем я наоборот забываю покушать. Короче, сейчас мы отправляемся на кухню, я быстренько сделала хлопья с молоком, который я наверное в последний раз сделала полгода назад, вообще кстати давно не ела. А потом я так понимаю у тебя какое следующее задание будет, точнее где? Следующее задание тоже в комнате, ты должна будешь... Тихо, скажешь потом. Давай я выполню первое, идем на кухню. Короче, вы можете посмотреть на вот этот мой прекраснейший лук, я босиком, но зато с прекраснейшим педикюром. В общем-то это единственный комплект, который я нашла, просто чтобы быть такой более-менее домашней, потому что Полина уже оделась и она готова к выходу, мне нужно позавтракать, выполнить ее задание. Поэтому прямо сейчас мы с вами идем к холодильнику за молоком. Я очень редко ем хлопья с молоком и в принципе быстро наедаюсь, потому что порция должна быть небольшая. Да, Полина? Как Поля сегодня съела две ложки каши, а навалила, короче, и размешала ее на 8 человек. Чисто блин да, мы с Полиной этим похожи. Я обязательно достаю глубокую тарелочку, небольшую, примерно вот такую, и наливаю молоко. Мне много не нужно, просто чисто, чтобы попробовать то, что Полина кушает каждое утро. И достаю хлопья. У меня есть прекраснейший выбор. Либо Космостарс, либо вот такие вот синимини с корицей. Я, естественно, выбираю и то, и то. Смешаю, чтобы убить двух зайцев одновременно. Чуть-чуть хлопья с корицей и чуть-чуть хлопья в Космостарс. Давно я не ела хлопья, в особенности, кстати, в детстве обожала хлопья Космостарс. Космостарс, это ни в коем случае не реклама. Я любила, знаете, вот даже мемы такие есть, короче, когда ты кушаешь хлопья в детстве, ты сидишь и читаешь на обратной стороне, какой же состав, чем же позаниматься, там, так, как приготовили эти хлопья. А сейчас, в общем, современный мир, 21 век, как-никак, просто сидим в телефоне, когда едим хлопья. Ну и сейчас я сижу напротив камеры. Ммм, а ты смешивала когда-нибудь вот эти хлопья или по отдельности их ешь? Ммм, по отдельности ем. По отдельности? Окей. Короче, я кушаю, и мы отправляемся в комнату Полины. Первое задание из Полины и жизни выполнено. Мы плавно очутились в комнате Полины. Итак, следующее задание, которое ты не даешь. Следующее задание я придумала на ходу, я увидела, что у меня на столе небольшой беспорядок творческий, и я хотела бы, чтобы ты разобрала мои учебники с тетрадями по стопкам, как обычно у меня это лежит, кроме сегодняшнего дня почему-то. Держи. Кстати, этот ролик немножечко похож на 24 часа, говорю сестре да. Ну, да, Полина, хорошо, но тут я уже больше живу Полиной жизнью. Хочу обратить внимание на то, какой у Полины прекрасный почерк по сравнению с тем, какой почерк у меня. Полина очень круто пишет. Что еще она по ходу дела красиво рисует? Вон там у нее еще какая-то картина симпатичная стоит. Ну, разобрать это вообще не проблема. Кстати говоря, ребят, чтобы вы понимали, Полина сейчас в седьмом классе. И когда я переезжала в Москву, я шла в седьмой класс. И если честно, я не представляю, как так может лететь быстро время, потому что тогда я, по-моему, была старшей сестрой. Я была в седьмом классе, и типа для меня это такой шок на самом деле. Потому что столько времени прошло. Карина, кстати, тоже блондинкой была в это время. Да, я тоже была блондинкой. Мы с Полиной так по очереди идем. Ну, я не думала, что так быстро я смогу привраться. Полин, какое следующее задание? Вообще оно будет дома или не дома? Следующее задание тоже дома. Во-первых, в моей жизни я обычно задвигаю стул. Эх, все, как всегда, делается со мной. Что? Я не знала, что так нужно сделать. Короче, следующее задание это покормить моего хомяка, потому что у него, кажись, закончился корм. Короче, твое задание покормить моего хомяка. Я хочу, во-первых, показать зрителям хомячка. Только каким образом это сделать, потому что Полинин хомяк постоянно прячется за колесом. Я включу свет. Ну, не прячется, он спит, потому что хомяки ночные животные. Но вообще, если пошуршать кормом, он прибежит. Пойди, господи, там спрятался я за колесиком. Полин, у него зубы уже больше моих ногтей. Я знаю. А, вот у тебя тут корм. Да, действительно, корма у хомячка мало. Все, насыпаем. Ставим и ждем хомячка. Вот она прелесть, вылазит. А ну-ка, как поднимется. А ну-ка, ну давай. Хомячок начал потихонечку подниматься. Клеточку я оставлю открытой. Посмотрите на эту прелесть маленькую рыжую. Сейчас, наверное, пойдет посмотреть, что там у него в миске с едой. Такой медленный, Полин. У меня такой шустрый хомяк. Он спит просто сейчас. Он ночью очень быстрый. Он ночью мне спать мешает в своем колесе. Ой. Это что такое? Это что за маленькое счастье такое? Карина не смогла отстать от моего хомяка. Ну, ты же любишь с ним нянчиться. Получается, я живу твоей жизнью. Посмотрите на эту зайку. Кстати, если вы помните, Карина мне сама его и подарила. Да. Так, этот ролик у нас не о хомяке. Поэтому, Полина, ты уже придумала следующее задание, которое ты мне дашь из твоей а-ля жизни? Да, придумала. Так, какое? Так как я играю на укулеле, это гавайская гитара маленькая, и я хочу, чтобы Карина попробовала выучить хотя бы один-два аккорда и сыграть со своими большими ногтями, кстати, которые порвут мне струны. Держи. Укулеле, кстати, выглядит вот таким вот образом, и я вообще не знаю, как можно. Давай я сочиню свою песню. Почти. Короче, сейчас я буду Карину учить. Самый легкий аккорд, Карин, это С. Зажимаешь вот четвертую струну снизу. Вот так. Или вот такой. Здесь три. Вот. Попробуй. О! Почти. Я сочинила свою песню. Да, достаточно. Хорошо, Карин, давай следующее задание, потому что мне уже не терпится куда-нибудь поехать. Ну, это просто бой самый легкий, который вообще есть. Я хотела, чтобы ты его сыграла, но, походу, не судьба. Я уже придумала следующее задание. Какое? Я хочу, чтобы ты открыла мой шкаф и выбрала себе одежду, которую ты... В итоге Полина открыла шкаф сама. Мне в этой одежде придется куда-то... Да, ты должна выбрать из моей одежды, в чем ты пойдешь. Но штаны-то у нас разные. Я могу свои штаны надеть? Можешь. Все, хорошо. Хорошо, штаны свои одеваешь, а верх выбираешь из моего. Хорошо. Итак, внимание, Полинин гардероб а-ля из Пинтереста. Почему? Смотрите, в Пинтерест. Потому что тут все в таких нежненьких оттенках, красивеньких. Так, есть вот такая кофточка, как кардиган. Такой... Коточкор. Такого пастельного цвета. Так, черный худак. Это все по классике, по классике, по классике. Вот это, кстати, моя любимая Полинина кофта из Массима Дути. Она шерстяная. И у нее очень красивый оттенок, такой молочный тоже. Ну и вот еще у Полинки есть кардиган, кстати, тоже неплохой. Возможно, я его надену. И еще есть вот такая вот рубашечка, очень прикольного материала. Кофточка коричневая, в которой, кстати, Полина была в ролике, где она меня красила и где красила ее я. Ну и всякие беленькие штучки-дрючки. Также у Полинки есть платье, а там такая более домашняя одежда или одежда, в которой она ходит в школу. Это больше повседневная. Все-таки я, пожалуй, выберу мою любимую кофточку, которую я уже у Полины не один раз носила. Это Массима Дути. Просто возьму свои джинсы, заправлю перед вот этой кофточки туда, возможно, надену какие-то украшения. И куда мы поедем, Полин? Куда ты хочешь? Мы едем в Метрополис. А почему не в Авиапарк? Потому что надоело же. А я, пожалуй, возьму свои ботиночки и одену их в торговый центр. А еще Полина оденется так, как она одета сейчас. Кстати, у Полины вообще стал в последнее время очень классный стиль одежды. И ты такая красивенькая стала девочка. Спасибо. Все, я переодеваюсь. И мы едем куда? В торговый центр? Мы едем в Метрополис, только надо убрать на местном куреле, а то я тебя заставлю убираться. Я надела Полину кофточку, мамины кроссовки, потому что они очень хорошо подходят под Полинину кофту. Ну и, в принципе, свою безрукавочку, свою сумку. Так что на мне есть часть Полининой одежды. Вот так вот у нас выглядит Полиночка. Красотка, красопеточка. Куда мы сейчас идем? Я думаю, мы сначала погуляем по Патриаршим, а потом поедем. Окей, Патриаршие пруды это очень красивое место и самое любимое Полинино место в Москве. Поэтому мы сейчас отправляемся туда, пройдемся, поснимаем красоту и уже поедем в торговый центр. А то что-то мы не гуляем с тобой вместе, да? Лучше пройтись, так что выходим. Кстати, ребят, еще хотела вам показать. Вот мы вышли на улицу. Посмотрите, я надела колечко, которое Полина сделала сама из бисера вместе с нежно-розовой бабочкой. И мои ногти сейчас очень подходят под Полинино кольцо. А у Польки вот такая красота с нюдовым маникюром. Посмотрите, пока мы идем до Судового кольца, чтобы перейти на Патриаршие пруды, уже можно отчетливо увидеть, что наступила осень. Всякие оранжевые листики. Все так красиво, ярко выглядят. И я сочетаюсь. Красотка. Что ты сейчас сказала? Я хочу вот эту маску. Маску анонимуса? Так, ну если ты хочешь, значит хочу. И я поэтому снимаю меня. Скорее наденет. Здравствуйте. Можно, пожалуйста, вон там справа маска такая на лицо? Да, супер. Все, одевай-ка. Я впервые что-то покупаю в киосках. Типа раньше в детстве я покупала всякие коллекционные журнальчики, а сейчас купила маску. Блин, давайте кто-то потом сидит. Давай. Я спрошу, как думаете, кто скрывается под маской, а там ты? Да, давай. Класс. Красотка. Ай, супер, я не могу. Хочешь, ходи так. Ок. Мы тем временем уже подходим к Патрикам, и я думаю, что вы узнали это место. Тут снимался сериал Кухня. Отсюда актеры выбегали, когда снимали что-то на улице. И, блин, это находится в самом центре, теперь это совершенно другой ресторан. А вон там уже Патриаршие пруды. Идем? Ребята, мы заходим на Патриаршие пруды. Посмотрите, как тут все по-осеннему. Это просто капец. Посмотрите, какая красота. И людей немного, потому что будний день. Офигеть! Тут можно даже снять отдельное видео на YouTube-канал, потому что тут такая атмосфера, да? И людей немного. И, в принципе, не холодно на улице. Блин, мы так еще по цветам с полинкой оделись. Просто офигеть! Тут очень красиво. И так, мы прямо сейчас оказались с Полиной около метрополиса и поняли, что мы капец как проголодались. Естественно, я буду кушать еду, которая выберет Полина или которую она любит. Мы отправляемся кушать, а потом будем устраивать такой небольшой шопинг и покупать, возможно, вещи. Посмотрим, какое задание мне задаст Полина. Идем кушать. Мне, кстати, очень нравится ходить в будние дни в торговые центры, потому что народу не особо много. Можно снимать какие-то влоги. И вообще, в принципе, картинка сразу очень хорошая, когда народу не дофига. Вот. Ну и в этом торговом центре я была очень давно. К тому же, тут есть все магазины, которые были в нашем любимом торговом центре. Нам пора изучать уже новые места, потому что мы уже просто наизусть выучили этот авиапарк. Да, Полина? Итак, нам принесли еду, но это еще не все. Полина выбрала, чтобы я съела супчик, борщ, хотя я его не особо люблю, но это полезно. А Полина заказала себе куриный суп, также мы взяли пиццу и хинкали. Нам принесли пиццу, мы уже взяли по кусочку с ветчиной и грибами. Та-дам! И уже ставят тарелочки, скоро принесут хинкали. Хинкали! Я скушу по одной штучке, потому что наелась борщом. И один кусочек пиццы съела. Мы очень вкусно с Полиной покушали, сейчас надвигаемся в читай город. Я очень сильно хочу там найти мою книгу, если она, конечно, там будет со страшными историями. А у меня есть задание для Карины. Так как я читаю классику, я бы хотела, чтобы Карина себе приобрела прочитать что-то из классики. Без проблем, погнали! Полина мне посоветовала взять Александра Сергеевича Пушкина. Я беру вот такую вот книжку. А также, посмотрите, ребят, помните, как вот эти вот змейки были очень популярны? Я лично в детстве их несколько штук прям покупала и всякие штучки из них собирала. Офигеть, вот это ностальгия. Ребята, посмотрите, оказывается, моя книжка есть. Ой, какая красота. Где вы ее нашли? Можете показать конкретно место? Российская фантастика. А вы знаете, что это я? Похожа девушка на меня? Да, похожа. Это я. Посмотрите, ребятки, российская фантастика. Моя книжка вот тут. Если что, можете приобрести. В Читай-городе везде моя книжка есть. Такая красота. Короче, ребятки, не знаю, можно об этом говорить или нет, но я реально счастливая, потому что я купила себе Айкас. Причем, посмотрите, какой он красивый, розовенький. Все, больше ничего про это не скажу. Мы, короче, идем в Зару. Будем покупать какие-нибудь вещи. Капец, ребят, вы не представляете, насколько я устала и как странно я себе сейчас чувствую, потому что я, во-первых, замоталась, во-вторых, я очень хочу пить, просто я сейчас всю бутылку выпью. Полиночка находится вон там, вон в Бершке, и вы не представляете, что со мной произошло, пока я была в Заре. Я нечаянно уронила свою камеру, и она упала на экран. Изначально минут пять мой объектив совершенно не работал. И на камере теперь есть небольшая ссадина. Я очень сильно напугалась и поняла, что мне нужно чуть-чуть, наверное, другую камеру купить специально для влогов, потому что на эту камеру я пока что все снимаю и пипец как переживаю, что что-то может пойти не так. Вот, я жду Полину, она потом еще по магазинам сходит, я просто очень устала, пока посижу тут. Вот она, моя красотка, тоже уставшая сидит, взяла и себе вещи, и я себе взяла в Полинином стиле. В общем-то, такие вот мои красоточки, уже уставшие, но зато круто прогулялись по торговому центру, на все посмотрели, и сейчас уже поедем домой. Вот мы и плавненько очутились дома, ребята, я уснула в машине из-за того, что переутомилась, мы очень устали, прошел практически целый день, офигенно погуляли в торговом центре. Хотим вам сказать что? Спасибо за просмотр! Да, не забывайте ставить лайки, да, мы сейчас немножечко подуспокоимся, тихий час себе устроим, а вы не забывайте смотреть еще другие влоги на моем канале и еще другие ролики, предыдущие страшные истории и многое другое. Спасибо большое за просмотр, всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok